И мы возвращаемся в Энгельберг как раз вовремя, чтобы увидеть прыжок Таконобо Окабе. Будет ли этот сезон последним для японского ветерана, для самого взрослого прыгуна? Среди ныне действующих или, возможно, варианты? Теперь уж не знаю, честно говоря. 123,5, прибавка есть. Но если, кстати говоря, прибавка в разгоне, еще надо посмотреть. Тем не менее, у сборной Японии довольно ощутимые очевидные проблемы. И на фоне этого даже попадания ветерана в тридцатку хороший успех. Но, с другой стороны, еще дополнительно усугубляющее метание тренеров. Да, разгон должен был увеличиться, потому что вы видите, что и у Ульмара хорошо за 94 км в час была скорость на столе отрыва. Но он-то как раз очень недоволен, потому что это шаг назад, в отличие от японца. И японец, вы видите, перемещается на одну строчку выше. Наших отобралось двое. Это информация для тех, кто смотрит данный отрезок трансляции не впрямую. Главным образом, потому что я уверен в том, что те, кто присутствовал с нами в первой попытке, остается и во второй. Ибо очень интересная будет борьба во второй попытке. На смятую бандану в честь Джирдо Италия. Похожа маска Себастьяна Колно Редо. Не удивился бы, если бы действительно тут что-то прослеживалось, какая-то параллель. Нормально в район 125 метров. На верном, на верном пути. Человек выкрашенный в цвета газетта Дельно Спор. У нас снова повышается активность форума. Я призываю, кстати говоря, представителей сильного пола поактивнее быть. А то прекрасный пол здесь, по-моему, узорпировал все пространство. А посетительница наша, назвавшись Ленок-7, рассказывает интересную историю. Насколько влияют нынешние прыжки на умы многих и многих людей. Она училась в летнем университете Ювиаскуля финскому языку. И выяснилось, что примерно половина ее соучеников, одногруппников из 50 человек, пришли к финскому языку именно для того, чтобы лучше понимать язык Яны Ахунена и прочих. Ну, наверное, чтобы читать лыжную прыжковую прессу. Для этого, кстати говоря, и немецкий язык весьма неплохой о подспоре, потому что на бумаге по-немецки выходит весьма интересный материал по прыжкам. Но, к сожалению, до интернета он, как правило, не добирается, остается на бумаге. Красная черта остается недостижимой отметкой для Георга Шпетта. И, увы, не возвращается лучшая форма. Как правило, Шпетти все-таки в первой половине сезона должен чувствовать себя увереннее. Римош Пиккл. В принципе, у нас достаточно много болельщиков в сборной Словении. И, конечно, они не вполне удовлетворены тем, что большинство все-таки остановилось у порога квалификации, у порога тридцатки сильнейших. В частности, Ерна и Дамиан не отобрался. Кранец и Урбанс тоже попали в четвертый десяток. Ну и вот, вы видите, Пиккль отступил с завоеванных позиций, к сожалению. И не одна надежда теперь на Рока Бенковича. Бенкович выглядел солидно и хорош был по стилю исполнения прыжка. Сейчас занимает шестнадцатую позицию, может прибавить. Он сам Деком, который был готов, по-моему, прыгать на одной ножке, не снимая лыжи. Настолько он был рад тому, что отобрался в тридцатку сильнейших, да, на сегодняшний день. Для французов и это достижение. В район ста двадцати пяти, при том, что скорость была не идеальная. А физические данные у прыгуна такие, что надо было бы разгоняться побыстрее. Но даже из этого он извлек свою пользу, потому что воздушная фаза прыжка была проведена очень на высоком уровне. Что с приземлением? В воздухе все в порядке. И с приземлением полный порядок. Тоже не меньше восемнадцати баллов заслуживает такой прыжок. По чистой технике. Реконимила работает с французами в этом году. Сто двадцать четыре с половиной. И он уходит на первое место. Он не ограничился тридцаткой. Вполне может быть, ворвется и в двадцать пять лучших. Рор-Йок-Иль-Сорой. Человек, который выстреливает во второй попытке в своей лучшей форме, но и не в лучшей форме, показывает себя бойцом второй попытки за сто двадцать пять, или, по крайней мере, в сто двадцать пять. Печатывает он свои лыжи. Сто двадцать семь. Ничего. Он идет к чемпионату мира. Он в Японии очень любит выступать. Мы это знаем, это помним. По предыдущим его появлениям там. С тем трамплином он дружит. Ну и, конечно же, на турной четырех трамплинов тоже есть у него. Трамплины, которые он любит. Недолго продолжалось лидерство малоизвестного французского прыгуна. Но теперь Дмитрий Патов, которому вполне по силам на сегодняшний день даже попадание в двадцатку сильнейший. Святое место второго номера сборной пусто не бывает. Не дотянул Магаданец до отметки сто двадцать пять метров. И поэтому Йокельсой точно его проходит. Скорее всего, и Деком. Есть некая закрепощенность и опрыжки на сей раз. Но продолжает собирать кубковые очки, что важно для того, чтобы подтянуться в пятнадцать лучших. Четвертая позиция. И таким образом отступает на три строчки сразу. Есть некий кризис мотивации, может быть, на данный момент. Определиться не может он сейчас с тем вообще, что ему нужно от жизни и что жизни нужно от него. То есть, что она может ему предоставить в качестве возможностей. Ого! Знаете, так напоминает тяжелоатлета, который уронил огромную штангу. Такие бурные эмоции на таких скоростях. Зол на себя безумно. Большое количество неточностей существует. И если даже неточности более-менее компенсируется, все равно он даже не фиксирует. Хотя мог бы, конечно, пойти на телемарк. Даже не стал этого делать. Бросил прыжок и все. И становится шестым из шести возможных. Эльвард. Менее эмоциональный, менее взрывной, по крайней мере, в фазах выполнения прыжков. Для Эльварда задача очень простая. Отбираться в основную команду, что очень и очень непросто при таком составе сборной Австрии. Хорошо за 125 перелет. И прибавка по сравнению с первой попыткой совершенно очевидная. Йокен. Его главный соперник. Но все-таки в первом. Они практически равны сейчас во второй попытке. Но в первой же все-таки Йокен несколько проиграл. Поэтому смотрим, что будет с Суммой. Техника, выверенность. Очень высококлассный прыгун. Очень нужной команде на сегодня. Так же, как и Видаюцель, которому не повезло. И который, к сожалению, и здесь к трамплину не пристрелялся. Судей не очень воодушевило то, что произошло. Да и полметра, конечно, никуда не денешь. И поэтому две десятых балла между ним и Йокенсоем. Двадцатка сильнейших вступает в борьбу. И австрийцы пошли в стройной чередой. Феттнер и Кефлер. Друг за другом. На два состава, если не больше, у австрийцев сейчас высококлассных прыгунов. Смотрите сами. В десятке сильнейших. Шлиренцавер, Шлири его называют. Потому что им самим тоже долго произносить это. Не только русскоязычным. Так же в десятке и Кох с Моргенштерном. Не дотянул, не дотянул. Вообще такое впечатление, что немножечко начинает подтягивать попутный ветерок. Едва заметный, который прижимает. И поэтому спортсмены вот так вот отчаянно пришлепывают лыжи. Не в силах уже тянуть этот прыжок. Но этот хотя бы с разножкой это сделал. В отличие от Рюморена. Тем не менее, пятая позиция. И Феттнер отступил. С той строчки, которую он имел перед этим. Кофри. В этом сезоне, в принципе, выглядит неплохо. Но еще с лета начал хорошие результаты показывать. И не всегда ровно идет. Есть! Есть прыжок за 125. И есть преимущество после первой попытки. Он удержался на тех позициях, которые зауревал. Заткнул вчера шестерку сильнейших Андрея Скоффера. И, в принципе, это вполне его трамплин. И это лучшие результаты, которые он продемонстрировал в текущем зимнем сезоне. Что касается прошлогодних соревнований, то вы помните, конечно, что... Точнее, не прошлогодних, а прошлосезонных, поскольку прошел уже летний сезон. То мы, конечно, отметим его очень ровные выступления. И, в частности, победу тоже в Швейцарии. Вайсдаль. Йорк Ритсефельд. Вот от него никто вообще особенно больших сюрпризов хороших не ждал. Тем не менее, пошел, потеряв Ноймайра, конечно, сборная надеется и на вторые, и на третьи, и на более далекие свои номера. И Ритсефельд вполне выполняет роль какого-нибудь там, скажем, третьего номера. На сегодняшний день он лучше, чем Шпетт. В принципе, достаточно философски позволяет оценивать эту ситуацию Петеру Ровайну, которая говорит, что при ликвидировании мелких технических погрешностей сборная очень значительно прибавит вся. А так, то, что они рядом находятся, это показатель того, что у них хорошая перспектива. Так он считает. Вайсдаль. Долгое время Кринковский держал его на расстоянии выткнутой руки у порога сборной. И выдержал, как говорится, паузу. Сейчас он стал вполне конкурентоспособным прыгуном. Но больше ярких выступлений было в прошлом сезоне. Пока норвежцу еще нужно подтягиваться. Следующий Рокбенкович. И после него наша главная надежда Дмитрий Васильев. В последнее время Дмитрий Расправляется с своей репутацией прыгуна первой попытки. Начинает выступать ровно. Дмитрий Васильев. Бенкович лучший из славянцев. Славянский фан-клуб у нас замирает перед экраном. Не долетает до 125 и не перехватывает лидерство. Так что перестановки продолжаются. Разрывы небольшие. Гарантирует такие рейды. Кэрофи поднимается все дальше и дальше. С 19-го места. Приближается уже к 15-му. Позволит ли еще подвинуться вперед? Австрийскому подросшему спортсмену Дмитрий Васильев. Васильев. Нет мелочей. Все под контролем. Болельщики зависли в ожидании двух швейцарцев. Вот так и спокойнее. Неплохой очень разгон у Васильева. Нет, чудес сегодня не было. Его были прыжки за 130. И за счет них он великолепно выступал. В тренировочных фазах состязаний. Вчера он попал в десятку сильнейших. Это безусловный успех. Также сегодня в эту десятку, увы, Дмитрий не помещается. Провал нет, не совсем. По крайней мере, удержал ту строчку, которую оккупировал перед этим. И набрал достаточно очков, чтобы остаться в 15-ти сильнейших. Что для турне четырех трамплинов, разумеется, очень важно. Мартин Шмидт. Получится ли прорыв? 27 побед у Мартина Шмидта на этапах Кубка мира. Как давно он ждет того, чтобы этот багаж пополнился. Шмидт удерживает свою позицию. И чуть дальше улетает, чем Васильев. Но не добивается того, что позволило бы ему вернуться на высшую ступень пьедестала почета. А здесь, в Энгельберге, у него в карьере такое тоже случалось. Смена инвентаря, очень радикальная смена инвентаря. От лыжи до прыжкового комбинезона, конечно, это тоже требует определенного времени на адаптацию. Решил плюнуть на карьеру арбитр из Германии и выставил ему 19 баллов. Пусть думают, что хотят. Но, поскольку этот балл был единственный такой, то его, как максимальный, вычеркнули. Лойцель. Опасное приземление было, надо сказать. Но Лойцель обладает хорошей тренированностью мышц ног, потому что чуть более слабый прыгун с чуть более слабой мускулатурой мог бы, пожалуй, и рухнуть здесь. Ну, что тут досадовать Александру Пойнтнеру у того, что Вольверинг не перехватил лидерство. Зато он позитивен, как всегда, и улыбчив, как всегда, за редким исключением. Ну, и, как всегда, за редким исключением. Опять-таки, не улыбчив Яны Афанан. Неплохой выход подает себя вперед. Ветровая обстановка не идеальная, надо сказать. И обладатель всех титулов в современных лыжах, но неудачный. Неудачливый с олимпийских точек зрения Яны Аханан. Едва перелетает через 125. И начинается поединок Шмидта с Ахананом. Что, вы сами понимаете, вызывает бурю ностальгических воспоминаний. Да только не за первое место они совсем борются. Аханан третий, Шмидт по-прежнему первый. Шмидт может отобраться в десятку сильнейших. Любопытная ситуация. Томи Никуна нас всех с помощью Яны успокоил. Сказав, что доли еще будет. Жестковатый и очень высоко вышел Масса. Но он скорректировал на погоду свой прыжок. Сверхопытный прыгун. И воспользовался этой ситуацией. Вы видите по флагам, да, попутно боковой слева. Ветер, по крайней мере, там, где зрители. Повыше может быть и несколько иной. Но общее направление понятно. В принципе, он не относится к декабристам, так сказать, выражаясь языком биатлонных аналитиков. Поэтому, наверное, все у него нормально и в правильном направлении. И первая позиция. С очень хорошими оценками заканчивает он этот прыжок 18,5. Но идет работа и никаких суперэмоций на его лице не найдете. 20 из 30 завершили соревнования. Шмидт подтянулся вплотную к десятке сильнейших, как и Хау Томяки. И есть, безусловно, шансы попадаться с теми, кто на рубеже этой десятки находится. Потому что разрывы там в пределах 3-4-5 баллов включают сразу же 5-7 человек. Вальтер Хоффер всем доволен. Все ритмично, все по-настоящему. Как этот сезон начинался, не мне вам напоминать. Мы измучились просто-напросто. И все, и болельщики, и комментаторы, и организаторы, и сами главные действующие лица. Это главные звезды. Отмены. Затягивания, когда прыжки в общей сложности. Одна попытка могла длиться часа полтора. И становилась единственной зачетной. Надеемся, что все это все-таки позади. Все в порядке у Артулаппи. Достаточно четко он приземлился для того, чтобы не выпустить из-за спины Мати Хау Томяки. Так что два финна останутся первыми. И масса все-таки будет позади Арту. Достаточно позднее отталкивание, но вполне подходящее для конфигурации этого стола отрыва. С каждым трамплином, конечно, нужно в отдельности подружиться. И тем обиднее, что подружившийся с этим трамплином Васильев сегодня, к сожалению, в десятку не попал. Но дважды в пятнадцати. Хорошие перспективы. Все-таки ведь турне четырех трамплинов начнется лишь через полторы недели. Надеемся, прибавит. Ирман опять возвращается на свой привычный высокий уровень. Лучший в сборной Германии. Как закинулся наверх. Ну и вы видите, что так же, как и Лойцель. Он постарался именно этим, именно такой траекторией воспользоваться для того, чтобы вытянуть дальность. Полминуты, полметра он проиграл. Самому далекому прыжку второй попытки, исполненному только что буквально Арту Лаппи. Все зависит от оценок, потому что разрывы небольшие. Лурман второй. Ну и не вполне, не вполне, конечно, довольно. Видно по лицу. Вторая позиция. Ну а разрыв всего-навсего два очка, даже чуть меньше. Томас Моргенштерн, нацелившийся на чемпионат мира и вполне способный выиграть там все, что предлагается. Хороший разгон, очень хорошее ведение. Лыш, отличный, отличный прыжок за 130. Класс, куда он денется. Его можно сломать. Этого прыгуна, если изменить радикальным образом в очередной раз технический регламент. Ну а при поступательном движении лыжного спорта ничего не должно произойти. Ну и, естественно, если не будет травм, все в порядке, будь со здоровьем. 133 метра. Прависсимо. Томас Моргенштерн. И это серьезная заявка на то, чтобы поменять несколько мест и подняться повыше. Очень красивое начало прыжка было. Адинамический, безукавизненный прыжок. Австрийского чемпиона. Каэль? Томас Моргенштерн выходит в лидеры, да еще и с приличным преимуществом. Да, какой нам предстоит турнир, какой турнир четырех трамплинов. Можно позавидовать, кстати говоря, зрителям британского юроспорта, у которых будет прямая трансляция. Но не сумели договориться с австрийцами по поводу прямых трансляций на всю оставшуюся континентальную Европу. Молодец! Еще один австрийец. И Кох, Кох точно прыгнул выше головы, потому что от Морги как-то мы ожидали, от Коха нам показалось, что дрожали коленки у него в последнее время. Но Кох очень серьезно работал, и во время того перерыва, вынужденного в этапах Кубка мира, несмотря на нападение, он на сегодняшний день очень здорово выглядит. Ну что ж, недолго Моргенштерн был наверху, но в то же время они оба могут продвинуться. Правда, даст ли им эту возможность Адам Малыш? Он не боится, когда конкуренты перед ним показывают супер уровень. Список просто колоссальный. За кисчением Якобса на Шлиренсауру, все остальные звезды привычные звезды первой величины на протяжении долгого времени. Малыш отлично отталкивается. Великолепный прыжок за 130 метров. Чуть, чуть подальше, чем у Моргенштерна, но поближе. Да, 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 поближе. Нет, такой же, как у Моргенштерна, но поближе, чем у Коха. Хватит ли запаса первой попытки? Одна десятая балла всего-то навсего была между двумя спортсменами. Между австрийцем и поляком. Один судья решит, по сути дела, все сейчас. Может быть, даже и в борьбе за призовое место. Хотя молодые держатся во второй попытке. И даже прибавляют, как Шлири. Второй. Второй, несмотря на 19 баллов. Дальность сыграла свою роль. И Мартин остался впереди. Ну а Аман борется за то, чтобы удержать свою лидерщую позицию. И он делает это. Держись, 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 родной. Не надо падать. Бог с ним, с этим телемарком. Лучше, лучше пусть будет живой и здоровый Симон Аман. И дополнительных сотрясений мозга, которые потом предшествовали в суперпобеде на Олимпийских играх, нам тоже, естественно, не нужно, как и никому из болельщиков. Оценки сейчас будут занижены за стиль, но при 4-метровом преимуществе в дальности он, конечно, выходит на первое место. Правда, если он думает о борьбе с теми, кто остался еще, то качество прыжка здесь тоже влияет. Ну, нельзя сказать, что он на горшок совсем сел. Да, бонус за дальность должен оказаться достаточным. Берни Шердлер чувствует себя сегодня победителем. Особенно важно, что на родном снегу с 266,4 балла, почти 10 баллов, выигрывает у Мартина Коха. Вот Аман и полноценный прыгун, полноценный участник общего зачета Кубка мира и полноценная звезда. Три с лишним года где-то болтался, как говорится, и на конец. Еще один монстр, но надо сказать, что прошлогодний победитель сегодня победителем не будет. Отличная квалификация, отличная первая попытка на обладатель большого хрустального глобуса Якуб Янда сейчас может не поместиться и на пьедестал почета. На четвертой позиции был после первой попытки. Сейчас без разговоров, конечно, проиграл Симон Аману. В районе 130 метров ровно приземляется Яркоп. В принципе, при нынешней динамике этого сезона это не так плохо. И третья позиция. Аману и Коху он уступает. И еще трое в стартовом протоколе. Шлири первый из них, вчерашний победитель. Ничего не боится, ничего при всем желании не может потерять. Потому что все только начинается, и все, что не происходит, все это большое открытие и большой бонус. В небеса улетел Шлири. И приземляется с очень четкой техникой в район 140-метровой отметки, но не дотягивает до нее. И где-то туда пришел, куда и Аман. Нет ближе. Нет ближе. На 3,5 метра ближе. И таким образом Симон Аман останется лидером. Вы слышали, как замирала сначала публика, потому что чувствовала, что прыжок качественный, техника хорошая. Лучше, чем у Амана. Но дальности было заметно меньше. И они ждали, тем не менее, что выставят судьи. Наверное, судьи уже выставили свои оценки. Раз они шумят, значит Шлири выходит на первое место. И опять подиум. Как минимум подиум. Звезда нового четырехлетия. Звезда предыдущего четырехлетия. Ворвавшаяся практически в элиту в том же возрасте, что и этот парень. Сегодня хорош. Морги. Все-таки еще будет бороться. И он не потерял медицинских позиций в сборной. Я думаю, а тем временем прыжок на 130 ровно совершает Кютель и теряет свои позиции. 130 с половиной метров дальность. Перегорел, скорее всего, Симон Аман. Симон Аман как минимум второй сегодня. И поэтому публика не так уж сильно расстроена. Недостаточно хорошо разогнался. Ну и вообще был немножко деконцентрирован, честно говоря. Ну ничего, следующие этапы будут не на родине. Там будет, может быть, морально и проще. И Аберниш Эдвард все равно доволен. Ему нужен общекомандный результат. А он есть, вне всякого сомнения. Шестая позиция. Шестая из возможных... Седьмой может быть, если вдруг норвежец. Удивит всех. 20-летний Якобсен отправляется в путь. И все сейчас в руках у него. Хороший, но не идеальный разгон. Но этот вот стиль, орлиный стиль, выносит его в район 140 метров. И почти до рекордной отметки. Непричесанным был этот прыжок, безусловно. Но вот один норвежец, один, стоящий целой командой. И даже загрустивший был рекордсмен мира. Прибежал, сияющий сюда. И все, все пришли его поздравлять. Это прорыв на новый уровень. Якобсен со вчерашней подиумной позиции сегодня на вершину. И что, так же точно будет скромничать и сегодня в интервью. Или что-то скажет про себя на этот раз более самодовольное. Первый серьезный сезон в Кубке Мира. До этого держали его на отдалении. В гран-при летнем он выступал очень прилично, особенно в начале. И мало ли кто с другой стороны выступает хорошо летом. А здесь трижды второй. Однажды третий. И вот вершина пьедестала почета. Впервые в его карьере. Попробуем взять у него интервью. Благо, как и все норвежцы по-английски, он общается. Один лишь шанс был у Мики Коенковски. Но на то он и Мики Коенковски, чтобы им воспользоваться. И, как всегда, очень дружная, очень джентльменская обстановка на тренерской бирже. Яковсен, Аман и Шлиренцау. Такова тройка сильнейших. Ну, а пока интервью дается конкурирующему германскому каналу и отнюдь не по-английски. Да, молодежь, вся молодежь сегодня на пьедестале почета. И в этой кампании даже Симон чувствует себя, наверное, где-то ветераном. Подводим итоги выступления российской сборной. Также Дмитрий Васильев попадает в 15 сильнейших сегодня. Чуть-чуть ниже, чем вчера. Но, в принципе, вполне воодушевляющий перед стартом тур на четырех трамплинов. Пусть там еще раз прибавит. И пусть его любимый Инсбург станет для него счастливым. Ну и все остальные этапы тоже. Дмитрий Патов, 25-я позиция. Также Магазанец подтвердил свой высокий класс. Ибо все те, кто в тридцатке сильнейших, это действительно очень высокий международный уровень. Спросите об этом любого участвующего там прогуна. И вам скажут, что это элитный клуб. И что каждый, кто в него регулярно пробивается, выходит практически на орбиту. Не торопится разбегаться, как вы видите, и зрители. Стремясь честовать Симона Амана. У нас есть еще пару минут в эфире, но... Трудно, конечно, пробиться. Ганресу Якобса, но, тем не менее, у нас есть еще сегодня вечерняя программа итогов уикенда. Может быть, для нее удастся взять интервью у внезапно взошедшей норвежской звезды. Ну что ж, друзья, как и во всех Кубках мира, и в Прыжковом тоже у нас будет довольно приличный перерыв. Рождественский европейский перерыв, который закончится лишь 26-го числа. И лишь горнолыжники будут радовать своим мастерством. Ну а потом турны четырех трамплинов. У прыгунов это следующий серьезный старт. И еще предстоит осознать, что он сотворил. С другой стороны, не вдруг он вылетел все-таки на эту вершину. Достаточно было подиумов в этом году, и поэтому в обморок Якобсен не падает. Рискнул, рискнул во второй попытке. Это тоже очень, очень значимое качество. Что тут можно сказать? Пока, опять-таки, он относится к числу тех спортсменов, кому некуда отступать. От кого любой ценой победы не требуют. В генеральной классификации Аман удержал своих преследователей на отдалении. Но отдаление становится все меньше. Якобсен находится всего-навсего в 14 секундах от Симона Амана. Ну а что с позицией Дмитрия Васильева? То, что он в сейную группу входит после этого, это мы знаем. Да, он 13-й. Он 13-й. И, значит, на следующий старт... Мается с квалификацией, ему не придется. Ну что ж, впереди Оберсдорф, Гармиш, Партенкирхен, Ильинсбрук и Бибижовсхофен. Великолепная турне четырех трамплинов, классические соревнования. Соревнования, которые многие считают даже более значимыми, чем чемпионат мира. Ибо это классика из классики. Ибо там толпы, которых иногда и на чемпионатах мира не бывает. И, в общем-то, еще посмотрим, сумеют ли собрать японцы достаточно заполненные трибуны, учитывая уровень выступлений сборных на данный момент. По итогам нашего сегодняшнего зимнего уикенда журнал «Винтерпарк», который выйдет в эфир в 21 час 30 минут по московскому времени. А мы на этом заканчиваем нашу сегодняшнюю прямую трансляцию из Энгельберга. С вами общались режиссер Михаил Гринин, комментатор Сергей Курдюков. Будьте здоровы и занимайтесь спортом в эти дни, когда не будет прыжков. Продолжение следует... Продолжение следует...